Внимание! Влоги, челленджи, пранки, ответы на вопросы и множество других интересных видео на различные темы. Подписывайтесь на канал Во Марго. Ссылка в описании. Друзья, я знаю, как сильно вы все любите хардкорные игры. И сегодня встречайте на своих экранах игрушку под названием The Impossible Game, что в переводе на русский язык обозначает «невозможная игра». Здравствуйте, подписчики, здравствуйте, зрители. С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. И сегодня я буду делать обзор на игру The Impossible Game. Данную игру я отнес в разряд «Рандомные игры». И эта игра действительно стоит своего названия. Она действительно невозможная игра. Не только потому, что в неё трудно играть, но и потому, что её трудно найти. Если вы хотите поиграть в данную игру на смартфоне, то скачайте её либо в Play Маркете, заплатив 30 рублей, либо на Торешбоксе, сайт такой есть. И она у вас будет нормально работать. Если вы скачаете данную игру на эмулятор ПК, если вы скачаете данную игру на Nox A Player, на тот самый эмулятор Android, на который я делал обзор в одном из предыдущих видео, то у вас она работать будет примерно вот так. Собственно, вот с такими вот багами я записал отдельное специальное видео, чтобы показать вам, почему я записываю данную игру не с эмулятора Nox A Player. Потому что она у меня там работает вот так. А на самом деле она должна работать вот так. Этот скриншот я сделал на одном из сайтов, где пытался скачать данную игру. Да, я записываю данное видео с PSP, то есть с эмулятора PSP, так как нормальной версии на Nox A Player я не нашёл, она багованная. Но почему-то данная же версия у меня нормально работает на моём смартфоне. Та же самая с Трэшбокса. А вот на эмуляторе на компьютере Nox A Player она работает почему-то плохо. Возможно, дело в самом эмуляторе, я не знаю. Хотя прошивка там и там одинаковая. 4.4.2 KitKat. Собственно, из-за этого я начал искать версии на компьютер. Нашёл версию, вроде графика там хорошая, но нет там музыки. Без музыки эта игра ничто, по крайней мере для меня. Поэтому я нашёл нормальную версию, я долго её искал, нашёл нормальный торрент на PSP. Я искал очень много торрентов, все они были с плохими пирами, не загружались. Вот единственный торрент, который я нашёл, вот я вожусь с курсором, вот, собственно, эта игра на PSP. Вы сможете скачать данную версию с Яндекс.Диска. Ссылка в описании внизу, под этим видео. Также вы сможете скачать с Яндекс.Диска этот эмулятор. К сожалению, ребята, я вам пока не покажу, как его настроить, потому что это займёт очень много времени. Я сделаю отдельный видеоурок об этом, да. Так что, вот, собственно, нормальная версия с PSP. Графончик, конечно, хуже, чем в ПК-версии, но, тем не менее, играть можно. Так что, давайте уже приступим к самой игре. И эта игра у нас действительно невозможная в плане своей сложности. Давайте уже мы её откроем. Вот она, собственно, да. Как вы заметили, игропончик здесь пока что не очень шрифт такой, вот, как-то больше на пиксели смахивает. Но, тем не менее, зато играть можно, и музыка есть, и всё остальное. Вот, вы её уже слышите. Вот она, The Impossible Game. Я играю в данную игру вот с этого вот геймпадика, надеюсь, его видно сейчас. С геймпада DualShock 4, то есть, иными словами, с геймпада на PlayStation 4. Мы нажимаем старт. Я, кстати, чуть-чуть убавлю звук, потому что слышно мой голос. Нажимаем старт. Собственно, я прошу прощения у вас, ребята, за такое длинное вступление. Нужно было вам всё объяснить как следует. Собственно, нажимаем старт. Давайте в опции зайдём для начала. И немножко... Так, ну вроде... Да, пусть будет на 50%. Всё. Всё, давайте нажимаем на старт. И нажимаем первый уровень. Собственно, он у нас и открыт. Сразу говорю, почему я не делаю в этой игре прохождение. Прохождение. Потому что эта игра всего лишь 4 уровня. Тут всего лишь 4 уровня, но они все очень сложные. Даже самый первый уровень. Сейчас вам эта игра кое-что напомнит. Одну другую игру. Приступим. Собственно, прежде чем мы приступим к нормал-моду, мы пройдём практик-мод. Да. Да, ребята. Эта игра очень сильно похожа на гейме 3Dash. Гейме 3Dash, собственно, я не знаю, прав ли мой друг или нет, но он сказал, что это была первая версия гейме 3Dash. А потом уже создали гейме 3Dash, всем известную нам. Собственно, вот она, да. Вот эта игра. Я прохожу пока на практик-мод, как всегда. Так что, вот, собственно, вкушайте, вкушайте эту игру. Пока что она вам кажется такой лёгенькой. Но на самом деле она сложная. И я сейчас не проигрываю, только потому, что я уже в неё до этого играл и наловчился проходить. И, кстати, ребята, в отличие от гейме 3Dash, здесь надо самому ставить флажки. То есть, тот чекпоинт сами не сохраняется, нужно самому ставить флажки. Иначе вам придётся играть с самого начала. Вот такие вот дела. Собственно, да, вроде бы как идёшь по одной и той же платформе, прыгаешь через шипы, как в гейме 3Dash. Но всё равно какой-то прилив адреналина ты уже чувствуешь. То есть, сложно здесь чувствуется. Всем советую данную игру. Я, к сожалению, ребята, сейчас, возможно, это будет позорно вам слышать, но я не проходил здесь ни одного уровня. Причём даже на своём смартфоне. Так. По крайней мере, надо тут часто очень ставить флажки, чтобы я не проиграл и чтобы не начинал постоянно сначала. На Normal Mode здесь будет звучать такая очень приятная песня. Такая песня, настроенная на ажиотаж такой. Из-за которой вам будет хотеть играть в данную игру. Так, ставим. Отлично. Ой, что-то я как-то не туда поставил. Как отменить? Как отменить-то? Ё-моё. Сейчас, сейчас, отменим. Как отменить-то, ребята? Чё-то я не знаю, на кто-то. А вот. Всё. Нашёл, нашёл. На L3. На R3. Да ладно. В смысле? Алё. Как отменить-то? А, вот, нашёл. Всё, нашёл. На старт надо было нажать. Просто не так часто играю с джойстика, поэтому не прижим. То есть, кеймпад. Я же нажал. А, вот, на L3 надо нажать. Всё, я понял, ребята. Всё, всё, всё. Вы понял. Надо было нажать на L3. Так что, собственно, такие вот дела. Да, ребята, очень действительно, я сильно долго мучился. Я думал уже отменить обзор на данную игру, потому что я не нашёл нормальной версии. И, конечно, можно было записать данную игру за своего смартфона, но это тогда было бы очень плохое качество. Это, во-первых. Во-вторых, плохое разрешение. То есть, экран был бы маленьким, собственно. И для этого мне пришлось бы очень долго попотеть, чтобы скачать программу, которая открывает рут-права. Потому что, наверняка, многие знают, что, чтобы записать нормальное видео с Android смартфона, нужно иметь рут-права, рут-доступ. А на обычном смартфоне это не так-то просто сделать. Да, собственно, как мы видим, игра действительно сделана по канонам Game 3D. Но я, честно, ребята, я вам признаюсь, я не знаю, какая игра вышла раньше. Это же или Game 3D. Но, скорее всего, по-видимому, это. Потому что она как-то немножко попроще сделана, как вы заметили. То есть, в Game 3D там много таких локаций разнообразных, таких монстров за вами. То есть, пытаются вас поймать. Тут просто как бы простенько сделано, обычно. Так что... Так, прыгаем. Так что... Эта игра, скорее всего, вышла впервые. Но, если что, вы можете, в принципе, зайти в Play Market и посмотреть, когда эта игра вышла. Точно. Я даже не знаю, когда Game 3D вышла, потому что я в нее поиграл в первый раз в 2016 году. Но эта игра явно сложнее, чем Game 3D. Я, наверное, ребята, сделаю обзор только на этот уровень, потому что, наверное, дальше я не пройду. Судя по тому, как я сейчас часто проигрываю, я, наверное, дальше реально не пройду. То есть, игра реально невозможная. Ты не можешь пройти даже первого уровня. Понимаете? То есть... Даже на практик моде вы тратите очень много попыток на прохождение даже первого уровня. Понимаете, ребята, какая-то игра реально сложная. А у нас с виду кажется, ну вот, вроде как все легко. Да, вот, сейчас я попрыгаю, все сейчас пройду. Но нет. Но нет. К сожалению, ребята, это не так. Это не так. Блин. Что ж такое? Будут такие небольшие подтормаживания, хотя на кадрах в секунду это никак не сказывается. То есть, 60 кадров. Вот вы справа на своем экране можете заметить. Если, конечно, я справа не поставил логотип своего канала. Да ё-моё. А что делать? А-а-а. А, нет, смотри, надо прыгать как-то куда-то. Сейчас. Вот, получилось. Надо просто прыгать так, не очень, не очень сильно зажимать кнопку. Оп. Не, я ж нажал. Опс. Опасно. Да, пипец, конечно. Да ё-моё, что делать? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, ребята, это, конечно, полный мрак вообще. Опасно. Опа. Да что ж такое? А может надо здесь? Подожди. Нет. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. А что делать-то надо? Честно, я чё-то вообще не понимал. Как вообще пройти этот момент? Вот вообще, вот умора-то. Я до сюда даже не доходил. Хотя я сам довольно-таки много раз играл, но чё-то я не доходил. Давайте ещё раз, наверное, отменим. Тут, наверное, как-то нужно было по-особому, наверное, прыгнуть. Да ладно. Что ты делаешь-то, шарик? То есть этот квадратик, ё-моё. Я же вспотел, ребята, от такой сложности. Как здесь пройти, я не понимаю. Я прыгаю, но почему-то он врезается. Да что ты врезаешься-то? Блин, я не понимаю, ребят. Что это? Как это пройти? Как? Ладно, давайте сделаем так. Так, опа, опа, отлично, прошли мы, прошли. Давайте ещё раз прыгнуть. Вот эти три шипа я просто терпеть не могу. Что в гейме 3Dash я терпеть их не мог, что в этой impossible game я их терпеть. Вот вы посмотрите наверх, 157 попыток я потратил, 157 на практик мод. Я представляю, что будет на втором уровне. Я понимаю, почему здесь сделали 4 уровня, потому что они реально все сложные. То есть, если ты как орешки грызёшь в гейме 3Dash каждый уровень по очереди, ты грызёшь просто как, не знаю, как задачки 2 плюс 2, то здесь же ты грызёшь просто гранит науки какой-то, я не знаю, какие-то сложные задачки по физике решаешь. То есть, как вы знаете, вот задачу ты решаешь, ты на лёгкую тратишь мало времени, на сложную ты тратишь много времени. Вот гейме 3Dash это лёгкая задачка 2 плюс 2, здесь же это какая-то, не знаю, химическая задача про химические элементы, я просто не могу ещё по-другому никак вообще сказать. Ладно, мы давайте начнём уже, собственно, Normal Mode проходить. Оригинал левел у меня доступен. Оригинал левел, это как это? Давайте сначала пройдём на это. Но всё равно, ребята, прохождение на эту игру смысла, я думаю, делать нет, потому что тратить на один уровень практически всё видео, это как-то глупо. А раньше, чем за видео, один уровень я вряд ли смогу пройти, поэтому пускай эта игра останется в рандомных играх. Тем более у меня уже есть гейме 3Dash, зачем мне ещё что-то? Да, вот, собственно, играет такая приятная музыка. Да, такая вот, видите, как она настраивает просто вот на игру, на прохождение, да. Молодцы вообще разработчики вот в этом плане, в музыкальном. Музыкальное сопровождение подобрано прям идеально. На уровне уже гейме 3Dash, даже я бы сказал. Так, тут самое аккуратно. Аккуратно, оп. Ай! Отлично! Отлично, прошли! Давай! Давай! Квадратик, не спать! Ребята, ну я сейчас маме, пожалуйста, буду плакать, понимаете, что я сейчас буду делать? Это ужас, просто не играю, не знаю, как её пройти. Как? Просто как вы мне скажите её пройти? Блин, если вот в гейме 3Dash придумали, допустим, там 15 уровней, да, вот в первой версии. И там 15 уровень, вот самый сложный, да, вот пройти практически невозможно. То есть здесь, то если вот здесь всего лишь 4 уровня, то я представляю, какой здесь будет 15 уровень сложный, просто представляю. Это даже просто представить невозможно. Это даже просто представить невозможно. Вот этот момент меня бесит. Ну и сейчас затрачу попыточек 5 и, собственно, закончим на этом. Ну, думаю, вы поняли, что он обозначает. Собственно, ребята, пытайтесь проходить, пытайтесь. Не повторяйте моих ошибок, собственно, да. Ну, сразу вам говорю, что на смартфоне проходить её намного легче, чем на джойстике и на клавиатуре. Уже 3 попытки потратил, это просто пипец просто. Это реально пипец. Так, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично, давай. 3 шипа. Так, аккуратно. Так. Отлично. Давай, 2 шипа, 1. Давай, 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 чувак. Ну, ё-моё, ну, сейчас заплачу, ну, действительно. Ну, блин, там был-то почти чуть-чуть совсем оставалось. Ну, что такое? Ну, за что вы так со мной? Ну, я же старался, ну. Кстати, как я знаю, тут даже нельзя изменить скин вообще кубика. То есть он такой вот оранжевый. Хотя, кстати, хочу сказать, что возможно выйдут в будущем версии, которые позволят нам изменять скин. То есть как в Game of 3 Dash, чтобы хотя бы там у кубика были глаза. Наверное, кубик просто решил отвернуться, наверное, от игры сам, чтобы не видеть всего этого ужаса, всей этой сложности просто. Наверное, поэтому он глаза, наверное, и закрыл. Он, кстати, довольно-таки хорошо сочетается в этой вот такой синей локации, на самом деле, я хочу вам сказать. Нереально вот понравился интерфейс. Хотя, на самом деле, ребята, я поиграл в эту игру еще год назад. Весной 2016 года. Мне другу я посоветую. Димыч Андреевич. Так. Тут аккуратненько. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ай! Ладно, все, ребята, тратим еще две попытки и одну на удачу и заканчиваем. Хотя бы этот уровень пройти. Хотя бы, блин. Ребята, если вы не сможете пройти этот уровень, то не думайте, что это позор. Собственно, эта игра действительно не для слабонервных, так сказать. Она даже хуже, чем фильм ужасов. Все, одна попытка осталась. Да уж. Но зато я ее не прошел и этим, собственно, подтвердил, что я не задрот. Поэтому... Это хорошо. Это хорошо для моего же блага, собственно. Я не хочу быть задротом, понимаете? Тем временем квадратик рвется. Рвется к победе. Да, ладно. На удачу. На удачу. Ладно, ребята, сейчас я... Давайте не буду ничего говорить, чтобы успокоиться и пройти этот уровень. Все. Я умолкаю на время. Продолжение следует... Это все предательство. Меня подставили. Ладно, ребята, собственно, я извиняюсь. Конечно же, это все так, ребячество. Собственно, вот такая вот игра. Да, разумеется, можно пройти ее. Просто главное, ребята, на ней сосредоточиться и не, собственно, не размышлять, как я. То есть, как вы знаете, ребята, абсолютно в любую игру, когда вы комментируете, то вам намного сложнее проходить. То есть, у вас больше риска, что вас убьют или там, не знаю, что еще там. Или что вы не пройдете какой-то определенный уровень. Так что, ребята, дождитесь ночи. Скачайте эту игру, включите ее на своем компьютере или смартфоне. Закройтесь в комнате. Укройтесь в тишине. И просто спокойно сосредоточьтесь на данный уровень, на данную игру и пытайтесь ее пройти. Тогда я вам гарантирую, у вас все получится. Ну что же, мы, собственно, заканчиваем на этом. Забыл еще сказать, что в этой игре нет монет. То есть, нет тут такой вот фичи с монетами, как это было в геометрии Dash. Собственно, ну и все. Да, такая однообразная локация. Это многие, разумеется, ну вот сейчас меня затрагали в комментариях. О, да она легкая, 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 что-то не прошел. Но нет, ребята, собственно, я игра, но я подзабыл. Я обычный мирный человек, собственно, я не обладаю такими сверхспособностями, которые позволят мне пройти данную игру. Ну и, собственно, в этом всем роде. Ну что же, да. Так вот, получился у нас обзорчик. Собственно, играйте с друзьями в эту игру, делитесь уровнями, ну, в смысле, как вы проходите. Советуйте эту игру своим знакомым, распространяйте данное видео везде, чтобы каждый увидел, что это такая за игра. Ну, я знаю, что и до меня много блогеров сделал обзор на данную игру. Собственно, все, ребята. Как я уже сказал, ссылку на эмулятор PSP я оставлю в описании под видео. Ссылку на версию в образе ISO я оставлю в описании под видео. Пока что у меня нету туториала, как настроить эмулятор. Но я думаю, что вы найдете в интернете много туториалов, как настроить эмулятор. Я сам, собственно, потом, попозже тоже сделаю видеоурок, как настроить этот эмулятор PSP. Ну, собственно, играйте. Ну, а если у вас есть смартфон, то скачивайте с трэшбокса. Сайт такой есть. Или покупайте в плеймаркете за 30 рублей. Собственно, все, ребята. С вами был я, Кирилл. И мой канал Кирилл Ржевский. И мое третье видео в рубрике рандомные игры. Увидимся с вами в новых рандомных играх, которые, надеюсь, понравятся и вам, и мне. Все. Удачи вам, ребята. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok